Ну хорошо, у нас сегодня недельный раздел Эмор. Эмор, типа, скажи. Эмор, скажи. Окей, значит, я хотел сказать про заповедь Сферата Омэр. По-русски называется счет Омэра. Во-первых, я очень нервничаю, потому что я сегодня первый. Во-вторых, я боюсь занять чужое время. А в-третьих, как назло, как раз у Ханан Парата у него растянута эта тема, казалось бы, очень простая и техническая. Она растянута на несколько статей. Я выбрал только несколько пунктов. Буду бежать голопом по Европам. Если что-то непонятно, говорите, но сразу предупреждаю. Общая идея – это наметить какие-то пункты, моменты. Во-вторых, обозначить какую-то, если не проблематику, то какой-то интерес, который может быть, непонятности. А остальное с Божьей помощью, либо самим, либо в чате, либо на следующий год, скажем. Окей. Итак, что у нас… Какая проблема с Фератаомер? Вообще, ну, я не знаю, если народ как-то… Есть кто-то, кто еще не в курсе. С Фератаомер, как бы, читается, что она простая такая техническая вещь. То есть, вот, кончается праздник Песох. И буквально на исходе седьмого дня, то есть, Песох известно, да, и с первым день, и седьмой день, и седьмой день тоже праздник. И вот прямо на исходе в Маарев, чтобы не забыть, надо обязательно пойти в меня, значит, забудешь. Вот. И начинается с Фератаомер. Вот всю жизнь оказалось, как бы, ну, всю жизнь. Кто соблюдает, значит, сколько-то всю жизнь. Ну, вот у меня там уже 30 лет жизнь бежит. Собава. Ну, казалось, как технически. Ну, считаешь, главное, в календаре отметь, чтобы, не дай бог, не сбиться, и туда-сюда. Вот. И как-то, ну, я не знаю, может, я такой глупый. Я как-то не слишком задумывался вообще. Ну, с Фератаомер, с Фератаомер Собава. Вот. А он поднимает какие-то ханаппараты очень интересные вещи. И я, как бы, был несколько задачным. Вот я вас тоже, как бы, буду, как бы, постараюсь, как бы, озадачить. Окей? Вообще, я в скобках скажу, что когда человек соблюдает, уже сколько-то времени соблюдает, а годы бегут, та-та-та, все это превращается, ну, не в рутину, но во всем, чем некоторую такую часть жизни, скажем. Очень многие вещи, они, как бы, проходят на автомате, ну, как бы, привык делать. И делаешь. И вдруг тебе человек спрашивает такие вопросы, а ты думаешь, странно, никогда не задумался. Вот это то, что было у меня, я постараюсь вам передать это ощущение. Окей? Ну, есть такой момент. Он, ханаппарат, начинает. Во-первых, сама заповедь сфера Таумер, да, она предваряется такой очень интересной такой фразой. То есть там все очень непросто. Мне это трудно перейти на русский язык, но я так быстренько пробегусь, просто даже не до словно перевода, чтобы дать вам, как бы, ощущение, о чем речь идет. Вот начинается вообще лэшэм яху, то есть именем Всевышнего, вот, который обитает в небесах, так-так-так, вот, для того, чтобы объединить его имя с именем народа Израиля. Как-то очень возвышенные слова, вот, на арамейском. Вот, а дальше говорится, я как бы, а вот сейчас, муханум и зуман. Очень красиво это поют. Вот, я бы, в общем, мог бы исполнить, но боюсь, что я вас напугаю. Ну, неважно. Очень красиво поют, очень красивая мелодия. Всегда, каждый раз, когда это возвращается, инэ, немуханумзуман, так, очень приятно, все вспоминают, уже как бы год прошел. Окей, и человек говорит, вот, либо он, либо меня, они все это повторяют. Вот, говорит, что он готов выполнить этот заповедь сфера Таумер. Как написано в Торе? А что написано в Торе? Вот, это сейчас мы возвращаемся к нашему медленному разделу. Написано в Спарте Малахеме и Махарата Шаббат. И будет вам, будете вы считать на исходе субботы, в скобках скажу, этот вопрос у нее не обсуждается, я знаю, что есть галахический спор, почему написано после субботы, но вообще принято по галахе читать, что-то считают на исходе, вот, седьмого дня праздника Песху, то есть, когда кончается, когда кончается вся пасхальная история. Да, с Мейома Авиахемет Омерт Нуфа, с того дня, когда вы будете возносить Омерт Нуфа, Омерт это как бы Сноб, Нуфа это как бы Вознесение, ну, такой, как-то так по-русски переводится. Дальше очень интересная фраза. Ну, будем, вот, я постараюсь вот это вот разбирать, да? Шева Шабатот Тмимот. Шева Шабатот, читай себе, семь недель, такое интересное слово написано Тмимот, а Тмимот означает полные, полные, цельные, ну, вот, цельные, наверное, да, можно сказать, без брака, без ущерба, вот, чтобы они были такие, прямо, семь недель, да, то есть 49 дней, будете считать вот эти 50 дней, и тогда, что произойдет, на 50-е дни сможете выкрафтаем Минхаха Даша Дашем. Раз, можете приносить Минхаха Даша, да, Бикурим Минхаха Даша. А что тут как бы непонятно? Вот тут совчек с именем сапог как-то появился. Сейчас, секундочку, надо такую штуку сделать, как я на себе делаю. А, я делаю себя пин. Окей, без этого только меня будет видно. Ну, хорошо, окей, продолжаем. В чем проблематика? Говорю. Во-первых, он задает два вопроса. Вообще непонятно, зачем вообще есть заповедь счета вот этого Омера каждый день. То есть, как бы по-простому, по-простому, можно сказать. А что, как бы, чтобы понять, когда праздник шивот, как бы по-другому, никакого технического варианта больше нет. Почему надо считать? Потом, как бы, это я ворс себя добавляю, он, по-моему, тоже где-то это спрашивает. Есть это как бы техническая вещь, ну, вот, иереи так принято, они такие, как бы, ну, я хочу сказать, глупые. Ну, вот так по-простому действует, да, человек считает. Ну, вот сколько там, например, не знаю, какие из праздники там, не знаю, троши она до емки-пура. Вот 10 дней. Да, ну, вот, значит, считать сегодня первый день, второй день, третий день. Ну, пошли до десятва емки-пура. Но так же не происходит. А почему это только между Песхом и Шивотом? Вот одна непонятность. Здесь, как бы, если чисто технически, то непонятно, почему эта техника, она, во-первых, зачем она вообще нужна, что, как бы, календарей нет. Вот, а, во-вторых, если это и технически, а почему это только между этими двумя праздниками? А, как бы, а вторая вещь такая, если эта вещь, да, если эта вещь чисто техническая, то почему она обставлена такой некоторой грандиозностью? А вот какая грандиозность? Ну, во-первых, то, что я сказал вначале, да, можете посмотреть, все дурак, вот, перевод, Лешем-Яхуд, говорится, это вообще такая сильная вещь, да. Должна я как-то по-русски перевести именем Всевышнего или там, во славу Всевышнего, вот, как бы, есть такая техническая вещь. Теперь дальше забегаю уже в конец, скажу вам про это здесь не пишу. Ну, извини, Натар, можно я все-таки скажу? Лешем-Яхуд, это в некоторых просто нусорах, в некоторых событиях, это говорят в отношении многих заповедей, это не то, что только для этого. Да, дальше мы говорим, вот это, упоминаем, что сказано в старе, как нужно это считать, но это мы тоже говорим, например, в отношении каких-то других вещей тоже, потому что даже в Беркат и Мазон. Потому что сказано в старе «Вахалтер и Сават и Верахтер». Лешем-Яхуд насыщаться и будешь благословлять. То есть, очень часто, когда мы какую-то заповедь выполняем, мы цитируем то, что написано в старе. Так что это важно понять, что мы это обставаем симонию, это торжественно, но это не единственное место, в котором мы так... Просто это в скоб. Окей, тогда немножко по-другому, скажем, переформулировать. Ханан Парад пишет, есть это чисто техническое, зачем это вообще оно было включать в список Тарьяк 613 заповеди? Почему я вообще начинаю читать заповеди? Есть чисто техническая вещь. Ну так это как бы не надо... Да, да. Вот это вот действительно... Да, 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 да. Вот так. Ну, поставим вопрос как бы так, да? Дальше. Поскольку я так бегу голопом, да, он приводит ответ, как бы, который... Книги называются Сефер Ахенух, известная книга, которая Сефер Ахенух как бы достаточно подробно обсуждает, в общем, в таком более простом поинетийном уровне многие вещи связаны с исполнением заповеди. Пересказываю, что написано Сефер Ахенух. Сефер Ахенух это не техническая вещь, а какая? И уже дается некоторое как бы кивун, некоторый вектор. Какая вещь? Эта вещь связана с некоторым каждодневным возвышением и поднятием. Вот это сейчас мы уже к смысловому подходим к смыслу. Какой смысл? Ну, смысл заключается в том, что высли из Египта как бы рабы и все, пятое-десятое, да? А вот получение это Песах, да? Праздник выхода из Египта, а через 49 дней на 50-й день это как бы Шивот. А Шивот совсем другая история. Шивот это праздник дарования Тора. А если это праздник дарования Тора, то, видимо, человек должен как-то к нему подготовиться. Сафир Ашкин как бы говорит, ну вот каждый день этот человек как бы это не технически, а человек каждый день поднимается на новую ступеньку, пока не доходит до следующего. Окей, это уже хорошо, это красиво, это понятно, очень понятно, почему это может быть в рамке заповеди. Но Ханан Парад спрашивает еще один вопрос, но это очень интересно. Янгрия про него не задумался. Вопрос такой, вот те из нас, которые были, я не хочу, по-русски из такое выражение было, поправьте меня, если оно существует, либо нет, в местах не столь отдаленных, да, такой имфемизм это называется, я не знаю, сегодня осталось или нет, в местах не столь отдаленных, то есть, грубо говоря, да, такие места, где человек как бы находится по принуждению, вот, ну, если человек там в армии, все-таки армия, это не тюряга, скажем, но человек, который как бы хочет, чтобы оттуда выйти, да, вот, как это, это самое, когда ходили в Милунный военный сбор, это называлось, а, по-моему, это называлось таблато мавит, что-то такое, так, с юмором, и таблиц, смертельная табличка, что-то такая смертельная табличка, и они назывались миспаре мавит, миспаре мавит, а вот у народа такая таблица, ну, и думал, в других местах тоже, где человек как бы более-менее по принуждению, вот, и он, значит, это самое, у него написано, я должен быть, о, в нашем случае, 50 дней, и он крестики ставит, и такой кайф, чем больше крестиков, тем, не совпадает, но мы читаем наоборот, о, а это непонятно, есть идея была такая, что надо, как бы, подсчитать, сколько срока вышло, ну, хорошо, 50 дней, значит, надо считать, соответственно, раз, два, три, четыре, надо считать, 50, 49, 48, 49, 50, не считай, 49, 48, и так дальше, окей, а мы считаем, наоборот, один, два, три, четыре, пять, окей, почему, непонятно, должен быть какой-то ответ, хорошо, есть второй вопрос, второй вопрос тоже интересный, сейчас, секундочку, да, теперь дальше, второй вопрос, говорит, ну, хорошо, если первым можно отбить, исходя из цифр, хинуха, он говорил, что каждый день мы поднимаемся, поэтому, как бы, важно не технически просто, но вот посчитать, сколько еще дней оставилось, вот эти такие крестики ставить, грубо говоря, да, а надо каждый раз какую-то некоторую ступеньку ставить, а если ставишь ступеньку, да, то понятно, что, как бы, ты не можешь начать с 49 ступеньки, как бы, она ни на чем должна висеть, и она просто на чем-то повиснет, надо как бы их строить, а если ты строишь, то первое, второе, это уже понятно, тем более понятно, она, вторая, такая штука, есть еще один вопрос, вопрос, получается, вот в чем, если действительно вся идея сфера Таома, эта идея, она выражает, называется цепиялы матан-Тора, это, как бы, наши ожидания, или цепия, в смысле, наши внутренние ожидания, подготовка, духовный подъем, скажем так, да, то почему есть две выделенные точки, одна начинается вот с этого Омера Тнуфа, это когда вот поднятие первого этого самого СНОПа, да, а как бы в конце СИЮМ у нас стоит Акробат Минха Хадаша, приношение вот первенок, почему вот есть такие две точки, окей, давайте постараемся ответить на этот вопрос, постараюсь это сделать очень быстро, и так говорит, и так говорит, очень хороший такой красивый пример приводится, к сожалению, не могу читать на иврите и переводить, просто скажу своими словами, потому что нет времени, да, вот как бы приводит очень такая красивая штука, сейчас где она приводится, есть в каждой книге Танаха, есть сборник Медраше, который называется по названию книги, а потом слово Раба, вот есть Каэли Траба, Каэли Траба, есть красивая вещь, а именно пришел, он называется Педагог, да, вот пришел Педагог, это Механех, Педагог называется Механех, наверное, греческое слово, вот, он приходит к царю, у которого был болен сын, и говорит, ну, сын вроде выздоровел, все нормально, давай завтра написано оскола, то есть, типа, пускай зато стопает в школу, а ему как бы царь говорит, ну, послушай, дорогой, ты видишь, что, ребенок-то вообще, говоря, не оклемался, вот, ты ему дай месяц, два, два, три месяца, он как бы пришел в Сенат, оклемался, говоря русским языком, ну, вот, тогда он может идти в школу, о, это понятно, вот, так же и к нам, как бы, говорят, что, а ребята только что вышли из Египта, в рабстве были, они совершенно не подготовлены, они типа больные, ты им дай вообще оклематься, то есть, вот 49 дней, вот это вот надо как бы оклематься, такая идея, да, а теперь дальше, это как бы такой отбив, что, что еще, да, а вот интересно говорит тоже какая штука, если у нас сейчас мы весь вот этот Талих процесс, мы говорим, что это, смотрите, такое красивое слово, оно тоже связано как бы с органикой, там, слегка с биологией, зоологией, биологией, наверное, все-таки называется, идбашлут, идбашлут созревания, вот, но с другой стороны, так же, как и по-русски, говорится, вот идея там созрела, например, да, это может быть и в плане, как бы, концептуальном, не связанном, только с какой-то зоологией, а вот здесь тоже интересно, потому что мы говорили про вот это вот, первый сноп, первый сноп, но как описывает Ханан Парад, я как бы не силен, не силен в оптическом хозяйстве, так, то есть, когда только начинает пшеница, вот у нее эти колоски, они там очень вялые, все, то есть, как бы, они совершенно не ловят башлую, я созрел, что они не созрели, окей, а вот по прошествию, как бы, вот этих 49 идей, когда привозят при рынке, вот, там совсем другое дело, они уже выглядят как все равно созревшие, и вот так получается, что и человек, проходя тоже эти 49 ступеней, вот, у него тоже такая штука, он тоже как бы созревает, вот, и наподобие того, как этот ячмень был сначала совсем, как бы, такой неоформленный, вообще не похожий, не созревший, а вот к концу 49 дней, он как бы уже вполне готов к тому, чтобы принять Тору, окей, а вот теперь еще очень интересно, да, нет, окей, идем дальше, еще один момент, который хотел сказать, мне тоже очень понравился, я в начале проекта, как бы, сделал такую заметку, сейчас к этому возвращаюсь, вот вы помните, в начале, когда перед тем, как сказать бараху, и сказать, какой, значит, сегодня день, да, начинается, такая есть фраза, шева-шеба-шеба-то-тмемот, а почему тмемот, тмемот, это означает, ну, по-русски, по-разному переводится, может быть, там, непорочный, например, да, вот, проноха сказал, что он был тамин, типа, такой, простой, искренний, бесхитростный, не знаю, в смысле, что не склонен к каким-то комбинациям, комбинациям, ну, хорошо, комбинациям, обманом, в данном случае про счет, связан с мемот, по-видимому, человек не ошибается, почему, потому что, вы знаете, есть такая лоха, довольно странно, надо сейчас понятие разобрать, и человек один раз ошибся, один раз ошибся, что значит ошибся, ошибся, забыл, ну, бывает такое, забыл, в меня не пошел, сам забыл, окей, у него есть возможность в течение следующего дня сказать без братья, а если не сказал, все, аут, нельзя считать, то есть, можешь говорить, но без братья, а это какая-то странная штука, это все время нас как бы возвращает к такому иньяну, к такому делу, что все время получается, что это не техническая вещь, потому что, если бы там была техническая, ну, какая проблема, ну, забыл, ребята напомнили, читаешь дальше, там, крестики эти ставишь, либо читаешь, как мы считаем, да, 1, 2, 3, 4, 5, но получается, что это не техническая вещь, то есть, Получается в этой аллегории со ступеньками такая штука, что вот, например, ты строишь 49 ступеней. А так говорят, ну хорошо, а если 10 ступень не построил, ну а как ты можешь перепрыгнуть? А ты не можешь перепрыгнуть. Все. Значит, по-настоящему сделать не можешь. Это вот такая штука. Это он объясняет, что если бы это была сфера Леохор, тогда бы это было назад, не было никаких проблем. Ну, один крест пропустил, тебе напомню, ну ты их дальше становишься. А если ты поднимаешься, тогда как бы начинается какая-то проблема. Окей? Ну вот, хорошо, да, я вот быстро бегу. Хорошо. Может быть, даже последнее, что я хотел сказать, такая штука. Смотрите, после окончания сфера Таомера, если кто-то читает либо в синагоге, там очень интересная штука. Потому что, вот продолжая эту тему, что сфера Таомера – это совсем не техническая вещь, получается. Известна такая штука, что после того, как Чак сказал, барахо, он произносит еще некоторые такие ктаим абзацы. И один из этих абзацев, он как бы напрямую связан с какими-то каббалистическими терминами. Известно, что… Берет такая странная фраза, да. Да, окей. Странная фраза такая, говорится, что вот… Альядей – тем, что я считаю, что вообще я буду влиять большим влиянием на все Уламут. И дальше идет такая мистическая каббалистическая тематика, которая тоже, если бы это было техническая вещь, что она непонятная. И что вот из-за того, что… Альядей – зэ, дюшпа, шефа, рафбы, коля Уламут. И тем, что я вот просчитал, да, вот сегодня добавил еще одну эту ступеньку, я оказываю очень сильное влияние как бы на все Уламут, на все миры. И что дальше сказано? Летакенна, вшотейну, вообще изменить души наши, кохотейну, нашей силы, нишматейну, опять, как бы души наши. Миколь сикубгам. Вообще, от всякого ущерба, который только может быть. Влетаарейну очистить нас, да. Великачейну посвятить надо, бэкдушатха, осветить нас твоей святостью, высшей святостью. Амен села. Как бы очень сильные тексты, да. А теперь вот еще интересно, к сожалению, да, вот тут целая статья на эту тему, ну, не успеем сегодня разобрать, только намечу, просто скажу, чтобы вы понимали, вот, ну, хотя бы на том уровне, как я более-менее понял. Интересно, что каждая из этих недель, а у нас как бы семь недель, да, она называется по имени одной из сферот. И я тут же говорю, вот я не помню, помоха на аппарат этого нет, но мне как-то это врезалось. Интересно, что вот сфера Таомер, да, сфера – это как бы подсчет. Сифра – это цифра. И спор – это считать, да. Но с другой стороны, сферот – это еще и сфера. Вот первая неделя называется хэссет, милосердие. Вторая называется гвура. Гвура, даже не знаю, как по-русски переводится. Ну, типа, мужество – это, в общем, это одни из фундаментальных хаббалистических понятий, да. Третья называется тиферет. Тиферет – это красота, но опять, это трудно очень переводить по-русски, да, это как бы приблизительное значение, да. Четвертая называется нецах – вечность, да. Пятая называется от. Вот это типа величия, да. Шестая называется есот – основа, да. А седьмая, последняя, вообще, называется Малхут царством. И вот это, по-видимому, еще больше, как бы, дальше вот у него целая статья, которая как бы пытается объяснить, почему это так, и почему это нарастает, и почему это как бы связано сферотом. Очень красиво, не знаю, не успеем сейчас разобрать, можно провести отдельное занятие, либо на следующий год посмотреть, не знаю. Но, просто еще, как бы, заканчивая, говоря, интересно, что общий у него подход, Ханан Парад, он мне очень понравился, он заключается вот в чем. А как вообще связано сферот, с тем, что мы, как бы, считаем? С одной стороны, как бы, очень земная вещь получается, да. Ну, как бы, в любом случае, если мы ставим ступеньки, но, тем не менее, все-таки, это, как бы, некоторый отсчет, да. А при чем тут, как бы, кабала, как бы, высокие вещи? Не говоря о том, что это вообще связано с хозяйственными работами, вот этот ячмень привозят, то первый сноб, второй день, второй сноб и так дальше, и так до 49-го. А почему здесь, как бы, сферот? А вам про такую интересную вещь, что вообще, вот, как бы, общая идея, можно понять сферата Омер, это изменение или попытаться влиять на вот происходящее на Земле, да, с помощью, как бы, небесных сфер. А соединяются они вот этим самым сферата Омером, то есть, грубо говоря, идея такая, что, вот, человек, когда он совершает сферата Омер, он, как бы, делает лучше свои медот, медот, как бы, свои качества, то есть, как бы, себя усовершенствует, делается лучше, вот, поднимается к поднятию торов за счет сферата Омера. И, таким образом, да, вот эти вот сферот Каббала, они связаны с медот, они связаны с, как бы, ну, с качествами, с характеристиками человека, моральными, да. Только хочу заканчивать, я хочу сказать, вот, приводит, просто обозначает, да, как можно понять, вот, медат хэсет, да, хэсет, это милосердие, да, он говорит, что это основная черта Авраама Вину. Медат Агвура, как бы, мужество, это основная черта Ицхака. Медат Тиферот, ну, как бы, красота, да, это Якова. Медат Анецах, вечности, это Моше. Медат Аот, вот, ваше благородие, ну, величие, это олицетворяет Аарона. Медат Айсот, фундамент, это Йосеф, а Медат Малхут, это Давид. Вот, ну, вот, я надеюсь, что я вас как-то, как бы, более-менее, как бы, озадачил, во всяком случае, попытался, в общем, если не доказать 2G24, то, ваше благородие показать, что вот, идея Спирата Омер, этой заповеди, которая упоминается в нашем недельном разделе, ее можно посмотреть как, в общем, совершенно не техническую вещь, а очень-очень интересную, как некоторый такой заркор, прожектор, не знаю, Мигдаль Ор, такой маяк. Вот, который, вообще говоря, освещает, вот, еврейский подход к заповедям, к высокому, к низкому, каким образом заповеди, как вот такая лестница соединяет высокое и низкое. Ну, вот, как бы, это то, что я хотел сказать, я как раз вполне уложился, вполне могу передавать, там не палочек, что-то по-другому была, эстафета, по-моему, да, следующему. Окей, следующее, а, да, вопросы, если у кого-то есть вопросы, дальше есть пара минут на вопрос осталось. Есть вопросы? У меня есть маленький комментарий, то есть... Только маленький, браво, не такой, как я был, то есть не полчаса, поменьше. Не-не-не-не, маленький, маленький. Нет проблем. По поводу... Та версия, конечно, принимается то, что, значит, первый колос, да, от первого до 50-го дня ты, как бы, совершенствуешься, да, как бы, сам человек. Вот, как ты говорил. Ну, это, в принципе, да. А такая версия, например, о том, что первый колос и 50-й день – это уже сноб. То есть не только... То есть первый колос – это один человек, да, а к 50-му году – это уже 600 тысяч, которые уже стояли на горе Синаи, около горы Синаи. Ну, это не совсем... Ну, в плане того, что... Не в плане того, что ты сам совершенству, а там то, что народ, как бы, собирается, цены Исраэль формируются уже к этому времени. Ну, Ханан... Ну, на самом деле, это... Секунду, Наталья. Просто надо понять, что жертву оры приносят только один раз. Этот сноб, из него выделяют омер, то есть определенное количество пшеницы, и приносят эту... Да, объемник. Ечменя, ечменя. Ечменя, жертву в храме. А потом все эти дни просто считают, не приносят каждый день еще колосок и еще колосок. То есть это не один колосок, это очень много... Это большой сноб, и отбирают это количество омера довольно долго, и приносят эту... Делают милку в храм. А когда мы доходим до шивота, тогда приносят уже пшеницу. Уже это другое... Просто время созревания ечменя, оно раньше, чем время созревания пшеницы. Собирает большее количество, будем так говорить. Ну, я думаю, что... Я дико извиняюсь. На самом деле, вы правы. Конечно, в шивот, наверное, количество больше, но и качество больше. Так что, может быть, в этом... Он делал акцент на, как бы, качестве и на подъеме духовном каждого человека. Окей? Поэтому я думаю, что... Наверное, тоже сказал Авраам, наверняка это тоже и не. Все-таки кажется, что основная идея, это не идея, как бы, массовки, что в конце, как бы, появляется на сцене, вот, огромное количество людей. Окей? Ну, вполне разумное замечание. Я, как бы, согласен. И нахами спасибо за технические подробности, которые очень правильные и важные. Да, у меня было бы предложение. Да, да. Предложение следующее, что поскольку мы в следующий вторник Бейзрат Ашем будем продолжать считать Омер, то Натан может продолжить разговор на эту тему. Да, если народ скажет, я с удовольствием... Заход был очень интересный. Да, 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 там он очень интересно объясняет, это надо действительно подробно читать, хотя бы на минимальном нашем уровне понять. Ну, так, ребята, с удовольствием. Почему нет? Почему нет? Обязательно да. Нет проблем. Можно спросить. Это кто говорит? Это который сапог. Сапог, ну хорошо. Да, с удовольствием, очень интересно. У меня очень короткий вопрос. Вы начали свою беседу, за которую я вам очень благодарен, с того, что вроде бы вот простой счет, и вот там, и начали раскручивать. Скажите, пожалуйста, а вы когда тару в руку берете, вы тоже считаете, что это простая книжка? Смотрите, я вам скажу по-простому, хотя... Не просто странно. Либо это вопрос провокации, да, либо... Провокация. Провокация. Отвечу вам так, смотрите. Отвечу вам случаем из жизни. Я думаю, что народу понравится. Вот. Я был совсем молодой, то есть просто подростком, только начинал еще что-то такое узнавать. Вот совсем-совсем минимально. Вот. А был такой, к сожалению, сейчас уже за Миша Яснов, который на самом деле Гурвич, он в России очень известный детский писатель. К сожалению, вот трагически скончался, по-моему, год назад. И вот Миша, проходя мимо меня, он говорит, а что ты делаешь по утрам? А я вот только начинал раш читать. Я говорю, ну вот раш читаю. Он говорит, слушай, я тебя как паец спрашиваю, а тебе не влом вообще каждый день читать одно и то же? Или каждый год одно и то же? Ну как повторяется все время, одну и ту же самую книгу. Честно говоря, и, наверное, ответ такой же, как вот, ну вот я бы вам ответил, что если бы это была просто книга, даже самое хорошее, например, то, что я перечитываю, да, там, Бродский, мы дальше там, предположим, то, что мне близко, да, у Мерта Эка, ну все-таки каждый год братья как бы читать нет. То есть, понятно, ответ такой. Это ответ, как знаете, на вопрос, а вот Авраам Абин, ну какой доказательствует, что он ходил в кипе? Ответ такой, ну вы все можете представить, что такой уважаемый еврей без кипы ходит, но я вам тоже говорю, вы можете себе представить, что такие умные люди, как евреи, будут читать книгу каждый год с такой дотошностью, но, наверное, все-таки нет. Вот такой ответ. Я думаю, они каждый год мы читаем по-разному. Ну, на самом деле, каждый год тот и был в синагоге. Вопрос в том, что они читают как бы одинаково. Сказать, что читают по-разному, нет, можно ужесточить задачу, сказать, нет, читают точно так же. Можно изучать потом, конечно, вот мы каждый год будем приводить новые комментарии с Божьей помощью, то, все, 5, 10. Но многие читают одно и то же. Человек не бегает по синагогам и не слушает разные музыки. Я не знаю, что вы говорите, но просто как люди 21 века, мы сначала ставим цели себе, а потом уже что-то делаем. Так какая-то цель есть, когда вы берете Тару, познакомиться с Рашей или как-то усовершенствоваться? Какая у вас цель? Сверотомер, это какая цель? Посчитать, потому что так дедушка считал. Вот мой дедушка считал всегда, в 1969 году, в последний раз он посчитал, я слышал. Окей. Это дедушка был. Он мне говорил, что вот так мой дед делал, отец, и я так буду. Я в 21 веке, у меня есть цели. И моя цель, я не буду отзвучивать, но одна из них, это само совершенствование. Ну, очень хорошо, почему нет? Ты к нам и дана для чего-то, для совершенства. Может быть, вот вы только часть осветили, что мы двигаемся по ступенькам. То есть мы должны какую-то усиленно с собой делать. Смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, я все время хочу как бы немножко, я понимаю, куда вы клоните, да, но я стараюсь как бы все время опосредственно дать какой-то ответ. Я просто вас вижу, вы большой, а здесь вы представляете, как себя как будто принижаете. Да, принижаю, вот смотрите, знаете, то, что известный анекдот есть. Программист сидит, да, и вот что-то такое, как обычно, там, значит, какой-то кот что-то такое делает, а у него за спиной солнце садится. Вот ребенок, значит, говорит, пап, посмотри, солнце садится. Он на секунду оборачивается и говорит, солнце садится, работает, не трогай. Все. Работает, не трогай. Мы так жили в Галутиш, мы так жили в Галутиш, чтобы выжить. И в этом плане я вот неделю назад открыл заново для себя Полонского, и он правильно говорит? Я с ним полностью согласен, я тоже самое говорю. Мы уже другие, зачем, как было. Надо не выбрасывать, как было, а не уменьшать себя. Уже не перед кем быть шутами. Это в Галути мы были шутами. Я не думаю, что... Как вас зовут? Можно поименеть? Александр. Да, Александр. Давайте сделаем так. Ваш вопрос замечательный. Я отбил как смог. Но давайте на этом закончим, потому что это... Давайте. Я согласен. Я вам очень благодарен. Я думаю, народу тоже было интересно. Мы немножко отскочили в сторону и говорили про общие вещи. Все совершенно замечательно. Замечательно. Но у нас как бы такая штука, мы же не Е2 и Е2. Да, да, я согласен. Просто у вас название 70 ликов. Вы не написали недельные главы, а у вас называют сайт 7. Это претензия. Это претензия. Вы большие. Мы хотим собрать эту претензию. У вас есть претензия. Спасибо. Очень приятно. Да, хорошо. Все, замечательно. Я извиняюсь. Нет, все, все классно, все отлично. Не надо совершенно извиняться абсолютно. Все в русле, все совершенно хорошо. Мордобоя не было. Все классно. Идем дальше. Доктор Винниц, так мы вас называем, дорогой Юрий. Да, я готов. Кто следующий? Наташа сказала, что я. Ну, давай, вперед. Я не Наташа. Ну, сколько можно? Ой, извини, не хамать. Слиха, слиха. Третий раз. Бутон. Бутон, дурак, палок. Давай, вперед. Да, все. Не 40, 39. Или еще напоминает мне мои, так сказать, триггеры. Я просто вспоминаю, что было 50 лет назад. 50 с лишним уже. Не было ничего, все пропало. Ничего не было, все пропало. Была другая жизнь. Тоф. Да. Значит, нет правил без исключения. У меня такая тема. В чем здесь фокус? Что Всевышний, он, естественно, бесконечен. И когда он устанавливает нам какой-то закон, то он знает все входящие, все исходящие, все, что хорошо и все, что плохо. И, соответственно, его формулирует. И, соответственно, его формулирует. Человек конечен. И конечный человек не может адекватно соответствовать бесконечности Всевышнего. Всегда есть какой-то зазор, всегда есть какая-то недосказанность, всегда есть какое-то неполное соответствие. Именно поэтому, в частности, нельзя в суде поставить компьютер. Да, вот вместо судьи ставим компьютер, заводим, сделано то-то, то-то, то-то. На выходе посадить на 7 лет. Пример. Да? Вот такого не бывает. Потому что любой закон, он должен быть исполкован. У него могут быть разные ситуации, разные исключения. И это работа человека. Вот я сейчас просто на примере из нашего раздела покажу, как рождаются исключения из правил. И разговор будет вот о чем. Что важнейший критерий человеческого сообщества – это отношение к умершим. То есть, если речь идет, скажем, я не знаю, о сообществе пчел, то единственное, что они делают со своими умершими, выкидывают из улья, чтобы, так сказать, сохранить чистоту улья. А в сообществе людей всегда есть какие-то, так сказать, правила, что делать с мертвым, как делать с мертвым и так далее. И в частности, есть такая Аллаха, которая совершенно конкретно указана, что если человек в одно и то же время, так сказать, вот ему сказали, надо бы принять участие в похоронах, собрать там миньян и так далее. И в то же самое время его пригласили на свадьбу. То есть, вот у него альтернатива – идти гулять на свадьбу или идти хоронить умершего. Речь не идет о том, что умер его близкий родственник, просто умер сосед. Так вот, в этой ситуации однозначно участвовать надо в похоронах, не в свадьбе. Более того, согласно нашей этике, какие-то усилия, связанные с правильными похоронами, являются наиболее важными и ценными. Потому что, если я помогаю человеку вполне живому, да, сосед попросил, подержи мне гвоздь, я его сейчас заберу, то эта помощь может быть подсознательно еще связана с тем, что вообще мы с соседом хорошо живем. Сегодня я ему помог, завтра он мне поможет, так сказать. Мы всегда надеемся на какую-то взаимность. Если речь идет о том, что я помогаю человеку отправиться в мир будущий, то здесь я уже однозначно не могу рассчитывать ни на какую его благодарность. Это альтруизм чистой воды. Если мы помогаем похоронить человека. Это правило, это закон. И вот наш недельный раздел устанавливает исключение из этого закона. Значит, раздел начинается так. «И сказал Ашем Маше, скажи Коэнам, сыновьям Аарона, и скажи Шим, душою не сделается нечистым в народе своем». Ну, что такое чистый и нечистый, мы уже несколько недель назад разговаривали, что главный источник нечистоты – это мертвое тело. Все, что связано со смертью, это источник ритуальной нечистоты. То есть, речь не идет о том, что какая-то там грязь, вымазал руки в глине, да, нечистая. Речь идет о том, что каким-то образом прикоснулся к умершему. И вот эта вот нечистота категорически запрещена для Коэнов. Значит, почему? Потому что функция Коэна – это работа по связи народа Израиля с Всевышним, с источником жизни. Его функция максимально жизненная. И она не может быть испорчена никаким контактом со смертью. Итак, любой еврей, если каким-то образом может, то должен принять участие в похоронах. Исключение – Коэн. Коэн не должен участвовать в похоронах. И это правило, что Коэн не должен участвовать в похоронах, разумеется, имеет исключение. И это исключение. Вот оно. «Но только плотью своей близкой ему, матерью своей и отцом своим, и сыном своим, и дочерью своей, и братом своим, и сестрой своей девственницей близкой ему, которая не была для мужа, ею сделается нечистой». То есть исключение состоит в том, что если у Коэна, Хасвы Халива, умирает родственник, как сейчас принято говорить, первой категории, значит, родители, дети, дочь, брат, сестра, то в этой ситуации Коэн должен участвовать в похоронах. И это закон. А раз это закон, то из него возникает следующее исключение. «А Коэн, главный из братьев своих, на голову которого будет вылито масло помазания и наполнит руку его, чтобы одевать одежды, голову свою не растреплет и одежды своей не порвет и на все души мертвые не придет, отцом своим и матерью своей не сделается нечистым». То есть исключение состоит в том, что главный Коэн, даже в случае смерти ближайшего своего родственника, не имеет права сделаться нечистым, не имеет права участвовать в похоронах. Почему? Потому что, вообще говоря, главный Коэн ведет все служение в храме. Мы дальше будем обсуждать, что делать, если все-таки Коэн стал нечистым. Но все варианты очищения Коэна, они занимают определенное время. И на это время храмовая служба будет прервана. А это катастрофа национального масштаба. Поэтому главный Коэн не должен участвовать в похоронах даже близкого родственника. Интересно отметить. Вот посмотрите, когда речь идет о рядовом Коэне, которому разрешено участвовать в похоронах родственников первой категории, то здесь написано на первом месте «матерью своей» и «отцом своим». А вот здесь, когда речь идет о главном Коэне, написано «отцом своим» и «матерью своей». Как говорят в таких случаях литваки, вуз, почему перечень родственников здесь меняется сначала мать и отец, потом отец и мать. Смотрите, если речь идет о рядовом Коэне, значит, сказано, что он не имеет права участвовать в похоронах. Но для близких родственников делается исключение. Мы бы ожидали, что на первом месте среди близких родственников будет его отец. Почему? А потому что Коэнство передается по отцовской линии. Еврейство передается по материнской линии, Коэнство по отцовской. Значит, здесь мы бы ждали на первом месте отца. Вот ему надо отдать почет, потому что человек стал Коэном, потому что его отец был Коэном. А Тора делает так, чтобы нас удивить некоторой новизной. На первом месте мать, а потом отец. А здесь с точностью до наоборот. Главный Коэн стал главным Коэном, потому что отец его был главным Коэном. И тем не менее, он и отцом своим не должен сделаться нечистым. И это закон. И как у любого закона, здесь тоже есть исключение. Исключение называется «труп, найденный в поле». Ситуация, когда человек умер не в доме и даже не в населенном пункте, а вот в чистом поле найдено мертвое тело, что называется без документов. Приходят старейшины, лежит мертвое тело, а кто его будет хоронить? И тогда измеряют расстояние до ближайших населенных пунктов и приглашают старейшин этих населенных пунктов на опознание. Может быть, это тело принадлежало человеку, жителю данного населенного пункта. Тогда вопрос похорон переносится в данный населенный пункт. Если ни один из старейшин не признает это тело принадлежащим данному населенному пункту, то есть тело оказывается совершенно бесхозным. В этой ситуации похороны должен организовать и провести главный коэн Израиля. Вопрос почему? Потому что если моральный дух народа таков, что человек может умереть и никто, что называется, его не признал за своего, он умер так же, как там, я не знаю, дикая собака умерла под кустом, вот так умер человек, его никто не признает своим. В этой ситуации ответственный главный коэн. Он своей деятельностью недостаточно способствовал воспитанию еврейского народа. И поэтому он должен заниматься похоронами. Но тогда вопрос, может ли коэн очиститься? Да, может. И наш недельный раздел чуть дальше говорит о способе очистки коэна. Значит, он должен окунуться в микве и очиститься после захода солнца. Значит, там есть очень интересное толкование этого закона, что опускаясь в микву, человек как бы, место, да, вот миква находится в определенном месте. То есть это прохождение через определенное место. Заход солнца, да, это начало следующего дня, то есть это должно пройти определенное время. То есть вот такое сочетание категории места и категории времени необходимо для того, чтобы коэн стал чистым. Ну и последнее, что я хотел сказать. А какое все это отношение имеет к сегодняшнему дню, даже если у нас ведь храма нет, да, коэны, собственно, в храме не работают. И какое все это имеет к сегодняшнему дню отношение. Да, имеет. И если вы зайдете, хасвы халивы, чтобы вам это не понадобилось, в любую больницу Израиля, то вы на входе увидите табличку. Сегодня коэном вход не разрешен. Это значит, что в данной больнице, в морге, сегодня находится мертвое тело. Кто-то умер. И поскольку Аллаха такая, значит, это называется тело в шатре, да, вот само здание больницы, оно является как бы шатер. И если человек находится с умершим под одной крышей, то на него переходит вот эта вот нечистота умершего тела. И поэтому, если в больнице есть умерший, то коэном туда входить нельзя. Вот такая Аллаха с исключениями. Значит, должен сказать, что в любом еврейском законе вот эти вот исключения, такой вот, если хотите, падающей последовательностью, можно найти. Я просто взял пример из нашего раздела. Спасибо за внимание. Можно, Юра, я добавлю? Нужно. Про больницы. На самом деле, мне кажется, наши больницы все оборудованы так, чтобы морг не оказывали влияние на... Не находился в этом здании, он находится в другом здании. Есть сложные законы распространения тумы, как она распространяется, и специально строят больницу так, чтобы не мешать коэном присутствовать там. Навещать родственников, например, да. И болеть самим. И болеть, да. Да, но иногда бывает непредвиденная ситуация. Вот человек только что умер, да, пока его никуда не перевезли. Вот он как бы находится в отделении. Тогда действительно может возникнуть ситуацию. Ну, я просто такую табличку видел со своими глазами. Ну, в этот момент просто не успели перевести. Не успели перевести, наверное, да. Тов, еще вопросы? Так, если вопросы... Ну, хорошо, у меня была некоторая вещь, но она как бы такая личная, тяжелая. Но беседа, ладно. Ты скажи, если что. Она не имеет отношения к коэном, просто я вспомнил, связанная со смертью. Все, я помню, у меня была совершенно непонятная ситуация. Отец был здесь в, как называть, дом для престарелых. Ну, и мы ходили там. Тогда он был совсем маленький, сейчас ему 25-26 лет. Навещали, кажется, вот в какую-то субботу мы приходим, и у меня как бы не повели к отцу, а отвели в какой-то... Я помню, что-то такое, что-то хотят сказать. Ну, и как бы сказали, а не по-каких словах, но, в общем, сказали, что отец скончался. Даже была совершенно непонятная ситуация, потому что они меня как бы привели в комнату, где лежал отец закрытый. Оставили меня. Я совершенно не понял, что делать. Просто. К тому, что выдеоватость, а после, в общем, было как-то подготовиться, я не знаю, ты или им читать что-то. Была странная ситуация, сюрная совершенно. Я, в общем, не решал совершенно открыть простыню. Просидел какое-то время, просто и вышел. То, что у меня было связано со смертью отца. Ну, хорошо. Окей. Перейдем к более веселой тематике. Да. Ну, будем говорить про праздники. И я надеюсь, что это будет веселее. Окей. Добрый день всем. Мы переходим к третьей части нашего Мерлезонского балета. Мне нравится, что мы все говорим на разные темы. И как-то так или иначе они все как-то соприкасаются. А я продолжу в некотором роде исследования, которым занималась раньше, которые, конечно, не мои личные опираются на много исследований вторых крупно-мировинных, в частности, идея Рава Бройера, который много занимался вопросами, теми же вопросами, которые занималась библейская критика. Почему вторая, например, есть повторения, есть изменения какие-то между одной книгой и другой, повторяются одни и те же законы, иногда меняются, появляются новые. И библейская критика считала, что это следствие того, что это человеческий созданный документ, у которого есть различные источники. А Рав Бройер, основная его идея в том, что повторения у них есть глубокий смысл. И в каждой отдельной книге, и даже иногда в одной и той же книге, в одной и той же истории раскрываются различные аспекты, различные значения одного и того же действия, одного и того же закона, он рассматривается под разными углами зрения. И в особенности этот подход, это исследование, оно очень важно в отношении праздников, потому что праздники у нас встречаются, описание еврейских праздников встречается в очень многих местах. И в частности в нашей главе ЕМОР. Но перед тем, как рассмотреть, как это интересно сочетается в нашей главе ЕМОР, различные аспекты, очень важно все-таки хотя бы пару слов, очень общие, потому что время у нас здесь только для идей, а не для подробного разбора. Но, может быть, эти идеи кому-то покажутся интересными, и он сам проверит, как это работает. Так вот, перед тем, как перейти к нашей главе, я очень кратко опишу другие места, в которых встречается описание праздников. Во-первых, описание праздников встречается в двух местах книги Шмот. Одно в главе Мишпатим, другое в главе Китиса. И в обоих местах главное внимание уделяется тому, что есть обязанность приходить в храм три раза в году. И этот приход, он не указывается в соответствии с еврейской датой, а указывается в соответствии с сезоном. В период жатвы, в период собирания плодов и так далее. Приходить в храм, приносить плоды и так далее. И это очень характерно для книги Шмот. Почему книги Шмот два раза упоминаются, об этом мы уже немного говорили. Я не буду снова возвращаться к этому, просто упомяну, что второе упоминание, оно идет после греха Тельца. И тот же закон, который давался до греха Тельца, сейчас дается еще раз, но уже с упором на необходимость служения, на необходимость верности Всевышнего, подчеркивая запреты идолбоконства и так далее. Но и кроме того, подчеркивая того, что завет остался прежним. То есть как раньше человек должен приходить три раза в году в храм на встречу со Всевышним. Скоро скажу. Откуда происходит слово «праздник»? Я не знаю, я не лингвист, в русском языке мне трудно сказать, может, кто-то меня научит. Мне оно перекликает со словом «праздность», то есть прекращение работы. Но, может быть, это наоборот, праздность возникла от слова «праздник», я не знаю. Но в иврите слово «муадот», «муадим», оно происходит от слова «встреча». Точно так же, как у нас с киньей, в которой происходит встреча человека или народа со Всевышним, она называется «огель-муэт», шатер откровения, шатер встречи. Не свидетельство слиха? Это по-разному. Но в частности, да, есть перевод такой, что это слово «моэд» – это «встреча». Есть встреча в пространстве, есть встреча во времени. И вот в этих, в книге «Шмот» делается упор на вот эту встречу со Всевышним, которая происходит во времена праздника. И она в два раза повторяется. Помимо этого, книги дворим очень похожей формы, немножко более расширенной. Так же само упоминаются сезоны, а не даты. Так же само упоминается необходимость приходить в храм. Но новость, которая есть в книге дворим, и она очень важная и соответствует характеру книги дворим, это то, что называется единство «Ихудопульхан», как это сказать по-русски, единство места служения. То есть в книге дворим есть уточнение законов по принесению жертв, по организации службы, в том смысле, что когда Муше подготавливает народ Израиля к входу в землю Израиля, он им объясняет, что должно быть единое место, которое выберет Всевышний для того, чтобы построить там храм. И с этого момента другие всякие места служения, которые без храма были разрешены, человек мог у себя во дворе устроить жертвы и приносить там жертвы. Но когда есть единое место служения для всего народа, это очень важный объединяющий фактор. И это особенность книги дворим, и поэтому важно про все праздники повторить, что во все праздники он должен приходить в храм, а не где-то у себя во дворе праздновать. Это особенности книги Шмот и книги дворим. Следующее перечисление, ну не следующее по порядку книг, а по порядку изложения, перечисление праздников у нас в главе Пенхаз находится, в недельном разделе Пенхаз. И там, это в книге Бамидбар, и там подчеркивается в основном только какие подробно, подробно какие жертвы нужно приносить в какие праздники. Сколько нужно приносить ягняты, сколько нужно приносить жертв Муса и Ула во все праздники и какие нужно приносить для них возлияние и сколько чего. Это все очень подробно. И в отличие от глав, которые у нас встречаются, перечисления, которые у нас встречаются в Шмот и в дворе. Там у нас есть только три праздника, в которые нужно приходить в храм. Регалим называется. Опязанность приходить в храм три раза в году. То есть какие-то Песах, Шворд и Сукон. Но в разделе Пенхас упоминаются еще два праздника. Это Росшана и Йонг Кипур, которые в других местах не упоминаются, потому что важно про все-все праздники, все-все праздничные дни объяснить, какие точно там приносятся жертвы, чтобы мы знали, как правильно работать в храме. И интересно, что это именно особенности книги Мемедбар. Несмотря на то, что в пустыне, вроде бы эти праздники не праздновали, в смысле принесения жертв не переносили, в этом случае есть такое мнение, со второго года начинаем. Тем не менее, особенности книги Мемедбар это некоторая такая устремленность Всевышнего, оторванность от земли. Они находятся в пустыне, они все время следуют за столбом огненным или столбом облачным, все, едят только манг, и вообще-то они как бы не живут настоящей земной жизнью. И поэтому тема вот этой изучения, какие именно жертвы должны приноситься в какие праздники для книги Мемедбара оказывается и подробности оказывается очень важной. Теперь мы переходим к нашей недельному разделу. В нашем недельном разделе есть несколько интересных особенностей в перечислении. Возможно, я сейчас все-таки покажу, как это начинается у нас в экране. 23. Давайте я сделаю, поделюсь с вами эту салют, просто чтобы показать хотя бы для начала, как это по-моему, это я правильно, Да. И сказал Господь Моше говоря. Так начинается этот раздел. И говори сынами Израиля и скажи им праздники Господни, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои. Так это что? Это у нас можно считать заглавие. Шесть дней можно работать, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное, никакой работы не делайте, это суббота Господня во всех местах поселения Машева. Первый из праздников у нас суббота, прекрасно. Следующая фраза. Вот праздники Господня, здесь священные собрания, которые вы должны созывать назначенное для них время. у нас опять появляется название. Второй заголовок – это одно из первых свидетельств того, что в этом отрывке у нас будет сочетание нескольких аспектов праздника. Зачем нужно два заголовка? Чтобы намекнуть мне, что тут есть не только один аспект, который мы видели или в главе Пентас, или в главах в книге Шмот и в книге Дворим в главе РЭ, а что здесь они каким-то образом в книге ВАИКРА объединяются и хотят нам сказать что-то особенное. Кроме этого, если мы будем подробно рассматривать то, что написано о каждом из праздников, мы увидим, что в них встречаются во-первых, как указание на дни кода, то есть в седьмой день, когда там, например, говорится про Пессов, в первый месяц, в 14-й день месяца, в сумерке этого у нас нет ни в Шмот, ни в Дворим. Как только говорится, там праздник, Ави, весной делайте мне Пессов Господу. А здесь указывается дата. А кроме того, есть у нас и указание на то, что это, вот, например, и говорится нам Израиль, скажи им, когда придете в землю, которую я вам дам, будете жать с ней жать. То есть, опять же, с одной стороны у нас есть указание на дату, а с другой стороны указание на сезон. То есть, каким-то образом считаются те аспекты, которые у нас, которые был упор в книгах «Шмоты двоим», и то, о чем говорилось в книге Пенхас. Здесь упоминается как принесение жертв, а помимо этого упоминаются еще специфические вещи, которые специфичны только для этого праздника. Например, то, что Натан рассказывал «Саратаомир», что это нечто, что определяет этот праздник. Песох и Шугод, особенности этих праздников, каким образом они связаны друг с другом. Не просто сельскохозяйственный аспект, не просто время, в которое нужно прийти в храм и принести жертву Всевышенную за то, что он тебе дает. с одной стороны встречи со Всевышимой, с другой стороны некоторый ответ благодарности ему и все. Но кроме этого есть еще некоторые особенности. У каждого из этих праздников, например, в субботу мы возносим пучок, который называется лула, четыре разных растения и так далее. То есть в нашем разделе упоминаются во-первых даты, во-вторых сезоны, в-третьих жертвы, как и в главе Пенхаса, без того, чтобы подробно описывать, сколько на каждую жертву полагается, какого возлияния, сколько нужно. То есть это тоже кое-где упоминается, но не всю. А помимо этого еще и упоминаются особенности каждого из праздников. То есть получается, что здесь у нас есть некоторые сочетания того, что у нас было как книги «Творимый шмот» такого подхода, так и книги по Медбару главе Пенхаса. При этом можно увидеть то, что здесь безусловно есть, я просто приведу пример, потому что есть много примеров, но этот пример очень интересный, на мой взгляд. Сейчас я его где-нибудь вытерю в кафе. Здесь у нас есть по поводу Йом-Кипура очень заметный пример. Когда-то я вам рассказывала, что есть такое явление, которое встречается не только в Торе, но в Торе очень часто, называется хиазмус. Это означает некоторую структуру, в которой есть параллельность между первым началом первой фразы и последней, между второй и предпоследней и так далее. Круговая такая структура, концентрических кругов. И в такой структуре с одной стороны это некоторый поэтический прием, с другой стороны она всегда призвана что-то подчеркивает. С одной стороны она подчеркивает то, что находится в середине, что это одна из самых важных вещей. С другой стороны различие между первой частью и последней частью оказывается очень важной, чтобы объяснить, что тут могут быть два разных темы, два разных вот мы прочтем, что сказано про емки но в 10-й день 7-го месяца день искупления священное собрание да будет у вас смиряйте и принесите огнеполимую жертву Господу никакой работы не делайте в самый день и в этот день искупления чтобы искупить вас перед Господом а всякая душа которая не смирит себя в этот самый день истребится из народа своего это первая серия вторая серия начинается в обратном порядке и того кто будет делать какую-то работу тут говорился тот кто не смирит себя а тут говорится о том что будет делать какую-то работу опять же идет речь о том что истреблю я душу из среды народа И никакой работы не делайте, тут опять же никакой работы не делайте. В как раз объясняет нам смысл этого хиязма, потому что вы, если бы я не видела, что все остальное очень хорошо укладывается, если мы дальше скажем, например, это суббота покоя для вас, а священное собрание будет у вас измерять душу. То есть суббота и священное собрание – это как бы параллельные вещи. В девятый день месяца вечера вы от вечера до вечера отдыхаете, а в десятый день седьмого месяца день искупления. Все очень похоже, кроме вы, потому что вы, говорит, принесите огнеполимую жертву Господу, а во второй части, говорит, устав вечный в роды вашей во всех местах поселения вашего. Вау! Совершенно другое. И он показывает нам, в чем разница между первой и второй частью. Первая часть в основном говорит о служении в храме. Приносите огнеполимую жертву Господу. То есть на самом деле, как мы видели из книги «Воикра» в предыдущих главах, действительно, центр этого дня, дня искупления, это было служение в храме, которое, принесение жертв, искупление, оно целиком сосредотачивалось на храме. И я бы могла подумать, что если нет храма, то вообще нет никакого смысла другого в Йом-Кипуре. Без храма нет смысла поститься, нет смысла его праздновать вообще. И поэтому в параллельность приносите огнеполимую жертву Богу, тут сказано, устав вечный в роды ваши. Есть храм, нет храма. Есть еще отдельный смысл Йом-Кипура помимо приносения жертв. И дополнительно можно еще, ну не будем дополнительно говорить. То есть эта вот структура, она показывает явно, что есть тут различные аспекты, различные темы, различные подходы. И действительно различные комментаторы, они по-разному объясняют эти различия, эти темы. И я думаю, что многие из них совершенно правильно их различают. Один сельскохозяйственный аспект, другой аспект храмовый. Но из многих комментариев, которые я слышу на эту тему, лично мне хотелось бы выделить объяснение другого рода. И хотелось бы, ну не совсем другого, но так как я себе представляю эту ситуацию. Поскольку тема, которой мы все время занимаемся в книге «Воикра», это тема святости. И когда мы доходим до законов о праздниках, книга «Воикра» пытается объяснить нам на примере праздников, что существуют различные виды святости. И первый вид святости – это святость в некотором смысле абсолютная. Вроде святости субботы, которая дана нам сверху, и ты должен ее соблюдать. И нет у тебя никакой с ней, никакой твоей инициативы субботу не назначаешь. Ты должен соблюдать то, что тебе велеть. И похожая вещь происходит с другими праздниками. Хотя у Израиля есть определенная доля в назначении даты. Когда начинается новомесяч, чем мы освещаем месяц, это может повлиять каким-то образом на назначение даты праздника. Но в принципе то же самое, поскольку даты здесь определенно указаны, какие должны быть дни. Также в эти даты у нас есть заповедь добавить святости с нашей стороны, сделать однозначные вещи, принести столько-то и столько-то жертв определенных и с такими-то и такими-то возлияниями. И это то, что мы должны поставить галочку. Это то, что мы должны сделать на связи со Всевышним. И в этом смысле суббота, например, она работает как нечто абсолютное, то, что заповедано нам от Бога. Суббота Бога. С другой стороны, есть другой тип святости, который зависит от нас. И при этом у каждого праздника оказывается некоторый свой характер. Это не просто жертвы, которые нам немножко меняются от одного праздника к другому, но более-менее похожий набор действий. У каждого праздника оказывается совершенно свой характер в том смысле, что в каждый праздник мы делаем что-то совсем другое. И как мы это сделаем, и как мы реализуем это, оно зависит в большой степени от нас. То есть есть разный тип святости. Один святость – это какая-то более храмовая святость, с которой мы приходим и приносим наши. А другая святость – это святость, не связанная с храмом, а связанная с течением нашей жизни. Даже вот в Йом-Кибур, если нет храма, мы все равно постимся, мы все равно раскаиваемся. Нет жертв, мы не можем выполнить все, что на нас возложено. Но тем не менее, цикл нашей жизни определяется в большой очень степени теми вещами, которые мы делаем, своеобразными вещами, которые мы делаем в каждой празднике. И в данном случае у нас появляется другое отношение к субботе. Надо сказать, что в других разделах, когда описывается праздник, в отношении всех праздников, не сказано субботу. Сказано – никакой работы не делайте. А вот в нашем разделе очень часто появляется слово «суббота». Например, про Йом-Кибур сказано «шаббат-шаббатон». И про Отчетомера, например, сказано, что для Махарата шаббат завтрашнего, после праздника. Праздник там называется шаббат. Это не случайно. Мудрецы сказали, что шаббат – это не шаббат в данном случае. Суббота – это не суббота, а праздник. Потому что именно в этом разделе очень часто применяется ко всем этим праздникам понятие субботы, шаббата. То есть это не в прямом смысле шаббат, который каждый седьмой день, а в смысле покоя, швута. И поэтому вполне логично. У них спор был с саддукеями. Саддукеи считали, что нужно после праздника дождаться субботы. Они понимали это буквально. Не вникали в более глубокие пласты. Написано, что нужно предносить после субботы. Значит, будем предносить после субботы. Но в данном случае, безусловно, имеется в виду праздник. И поскольку все упоминания субботы, обозначения праздников как субботу в данном разделе, это еще намекает нам на то, что есть два вида субботы. Есть суббота Всевышнего и есть наша суббота. И в какой-то момент в будущем эти две субботы сходятся. Но это уже совсем другая тема. То есть мы со своей стороны тоже соблюдаем свою субботу. Не только Божественную субботу, но и нашу субботу. И мне кажется, это хорошо все согласуется с тем, что говорил Натан о счете Омера, когда он говорил о том, что это некоторые лестницы, по которым мы идем в исправлении нашей собственной работе, в исправлении наших душевных свойств, в приближении к Всевышнему. И это действительно характеризует определенный тип святости, святости, которую мы вносим в свою жизнь. Спасибо за внимание. Если что-то было непонятно, иногда я тороплюсь очень и перескакиваю через какие-то связующие звенья. Так что если у меня что-то было непонятно, я постараюсь объяснить. Спасибо. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Елена. Очень приятно. Григорий? Смирять души свои – это неделанием работы или принесением жертвы? Нет, это пост имеется в виду. Пост имеется в виду. Смиряйте, по-моему, лучше. Да, нет, это имеется в виду пост. Ну и там еще несколько ограничений, которые соблюдаются в емкий порх. Ну, изнуряйте, по-моему, лучше. Смиряйте – это как-то, ну, я не знаю, это звучит. Смотри, это не я переводила. Я не против христианства, но как бы смиряйте, ну, будьте миряниями в смысле. Вот изнуряйте – это понятно. Потому что человек, который привык каждый день есть, ну, и как минимум раз в день, даже один день не есть, вообще говоря, чувствуется. На самом деле все, как бы, более-менее, по-моему, емкий пор, ну, народ на ушах, как бы, уже. Ну, смотри, это тоже не сто процентов. Я, например, емкий пор совершенно не чувствую. Вот Дешабе Ам я просто ужасна. То есть не ужасна, по сравнению с емким пором, просто никак не сравнение. Емкий пор я даже забываю поесть. Да, Гриш, ты хотел, чтобы... Но это, на самом деле, значение. Извините, я ленюсь, я беру прямо из есифона. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Такое есть. Нет проблем. Хотел сказать просто буквально на одной надел. Я посмотрел, слово «муэт», оно очень сильное. Как бы... Вот я вам просто даже, знаете, что я в Гугле посмотрел. Гугл вообще, он как бы улучшается с годами, со временем. Вот тут есть несколько вещей, они как раз... Смотрите, «муэт» написано в качестве прилагательного направленной. Почему? Потому что я думаю, что это вообще, говорят, связано со словом «я». Там тоже две буквы, да? Да, да. Это направленное смысле к цели. То есть это сильно, да? То есть это как бы не просто время, да, текущее. Это направленность. Потом интересно говорит «я», еще есть предопределенный. Окей? «Моэт» – определенное время праздник, условный знак, сигнал, пора. Да? Праздничная жертва, сборный пункт. Рецидивист. О! Мы все рецидивисты, когда праздники. Каждый год рецидивисты. Окей. Так, ну хорошо. Кто-то еще что-то хочет сказать? «Боот моэт». Да, поэтому, кстати, книжка «Рава Шерки», которую мы переводим по четвергам, емко-меши. Ее очень трудно перевести. Это как бы надо получать просто комментарий. Называется «Боот моэт». Вопрос перевода, безусловно. Вообще не надо перевести. Каждый раз возникает новое, так сказать, желание перевести по-новому. Это замечательно, что есть новый перевод, скажем, доктор Ленинсен, например. Но, опять же, ничего не сделаешь. Ты выбираешь одно какое-то слово, а остальные все значения остаются за кадром. И иногда от этого зависит просто прочтение совсем другой, получается, истории, когда ты читаешь слово по-другому. И в этом смысле с этим ничего уже сделать нельзя. Очень часто нельзя сказать, что один вариант прочтения предпочтительнее другого. Да, конечно. Но еще у меня такое ощущение, что все-таки вот это вот «муадим», «муадим». Вот я посмотрел, действительно. Мы уже так привыкли, что это праздник. Пора называть. Вот пора, да. То есть «зман» – это время. И очень может быть, но мне так просто на одной ноге, что когда «зман» течет, то он доходит, вот как бы, время течет, оно доходит до того, что определено. И это время, оно меняется, оно становится «муэдом». И поэтому говорят «муадим лысимха». Вот это вот. Ну, смотри, есть такое слово «ват». Ты знаешь? «Мат». «Мат». «Ват». 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 «Да». «Вот это собрание, да?» «Да-да-да». «Это встреча нет». «К «Ваду». То есть у него есть много оттенков у этого слова. Это да, это потому что праздники по-русски – это «холидэй». «Холидэй» – это совсем… Здесь вообще ничего про святость не говорится. Здесь Артёбль говорится, насколько я понимаю, про выделенность вот этого куска времени. «Ва-адабайт», кстати говоря, это «Домком», «Домсовет», например. У меня жена вот председатель «Ва-адабайт». Ну, хорошо, ладно, все равно. Окей, ну, хорошо, дамы и господа, мне надо в девять переходить в другое место. У вас слиха, извиняюсь, тут другие еще. Есть какие-то умные замечания, кто-то что-то хотел сказать, спросить? Мы никого не обидели, все нормально? Ну, спасибо тогда всем за внимание. Я тоже пойду. Ну, я, может быть, добавлю… Извиняюсь. Очень было интересно. Да, и меньше предсказания. Если можно, не больше пяти минут, просто мне в девять надо… Да, меньше пяти минут. Я не прослушал, может быть, я не знаю, говорилось ли о том, что «Йом-ти-пур» – это покаяние, считается видой и выносится приговор. Это очень серьезный день, когда человека судят за его все дела в течение года. Ну, все. Все это правильно, конечно, просто это уже больше относится к теме «Йом-ки-пура». А я хотела здесь выделить то, что у праздников в нашем именно разделе есть очень заметное и по структуре, я не могла все описать. Там конец, он тоже, у него есть два заключения, если кто-то посмотрит в недельном разделе. Я думаю, что это смерть и души. Мерять и души – это не только пост, а покаянная молитва. Конечно. Но я просто хотела бы говорить, я это не упомянула, но кто посмотрит, кому будет интересно в этом разделе, праздников, там не только два заглавия, там и два заключения в конечном итоге. Это просто надо рассмотреть тему Суккота, то там тоже эта тема Суккота явно разделена на два разных отрывка. Из нее тоже, как из темы «Йом-ки-пура», только по-другому видно, что тут есть две темы, которые сочетаются вместе, которые нужно рассматривать в каждой в отдельности. Может быть, у каждой есть, помимо того, что я сказала, что разные виды связанности, еще собственные какие-то характеры, которые с этим связаны. Ну, спасибо всем. Спасибо, Эмиль. На нашем канале, это вот говорит Таке Эныхам, а это какой-то новояс, по-моему. Ну, хорошо, ладно, оставайтесь на нашем канале. А ты говоришь? Новояс, новояс такое слово есть. Я сказала «канал». Ну, слушай, ты, хорошо, не важно. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. А, ну, да, да, да. А, оставайтесь с нами. Извините. Ну, это шут. В следующий раз с Божьей помощью продолжим. Вот была заявка, я с удовольствием тоже. Вот, пожалуйста, про Сферат Аомер. Добавлю то, что там говорится. Очень интересно про Сферат. Ну, постараемся как-то на нашем уровне. Спасибо большое. Слушатели Эныхамы и так далее. Спасибо. Окей, мы на этом можем заканчивать, правильно? Хорошо, тогда всем счастливо. Спасибо. Тот, кто в Телеграме в нашей группе, пожалуйста, если те, кто еще нет, приходите. Можно там общаться, задавать вопросы, так, всяк, и продолжать как бы наше общение, изучение. Всем счастливо и пока. Спасибо.